Битва на промежуточном финише Амбиции дублеров. Молодежка Королев закончила сезон на седьмом месте, но хочет большего. Самар-Арена изнутри. Как функционируют важнейшие системы и как готовится поле 45-тысячного стадиона. Перед заключительным в 2018 году домашним поединком на Самар-Арене Королесоветов занимали в турнирной таблице предпоследнее 15-е место, находясь в прямой зоне вылета. Как сложилось противостояние подопечных Меодрага Божевича и гостей из Ростова, расскажем прямо сейчас. Отступать больше некуда, иначе Самарский футбольный клуб может напрямую вылететь в первый дивизион. Таким был лейтмотив высказывания об игре крыльев, звучащих из уст практически каждого из семи с лишним тысяч болельщиков, прибывших на заключительную в 2018 году игру. При этом соперник футбольный клуб Ростов тоже имел сильнейшую мотивацию. В случае победы мог ворваться в призовую тройку. На вылет готовятся наши, а они в шестерку входят, крылья выиграют. А нам деваться некуда уже больше. Проигрывать нельзя уже. За счет погоды, болельщиков, хорошей игры и двух забитых мячей нам больше всегда импонировал футбол Тархановский. Мы всегда любили либо выиграть 5-3, либо проиграть 5-3. Вперед закрыли. Ростов усталый. Все-таки недавно на кубок играли, поэтому и сегодня мы думаем взять тречка. Если в плане игры, если брать целиком, то сбалансирована вся игра, целиком хорошая, вообще, в принципе, показывает хорошую игру. Единственное, что мне кажется, не хватает какого-то прорыва, чтобы прям раз, провалует, прям поперли. Практически со стартовым свистком на поле закипели страсти. На второй минуте полузащитник Крылев-Башкиров уйдет в жесткий подкат под Гацкана. Арбитр встречи Карасев незамедлительно достает из кармана желтую карточку, пресекая подобную грубость. На десятой минуте Самарский клуб зарабатывает угловой. Идет подача в район 11-метровой отметки, где защитник Ростовчан заваливает на газон Самаржича. Сомнений в том, что это фолл нет. Пенальти. Румынский легионер Волжан Антон его реализует. 1-0 в пользу хозяев. Этот гол стал 800-м по счету для Крыльев в элите российского футбола. На 14-й минуте капитан хозяев поля Корнеленко, убегая в отрыв, падает на газон. Рефери усматривает симуляцию со стороны Беларуси и наказывает его горчичникам. Эта желтая карточка становится для него второй, и форварды удаляют с поля. С началом второго тайма Ростов прижимает Крыльев своей вратарской. Самарцы обороняются с трудом, и их раз за разом спасает Рыжиков. На 82-й минуте в игре происходит эпизод, который заводит как обе команды, так и трибуны. Защитник Ростова Сигурдсон недовольный неторопливыми действиями мальчика, подающего мячи, пенальтом в сторону болл-боя. За ребенка вступается весь состав Волжан, включая запасных. Начинается потасовка, после которой исландский легионер видит перед собой красную карточку. В концовке матча все настолько заведены, что кажется, на поле идет не футбол, а сплошные элементы смешанных единоборств. Борьба за мяч в воздухе в центре поля приводит к тому, что Гацкан заезжает плечом в лицо Ткачуку. Следует очередная массовая стычка, в которой молдавский легионер бьется лбами с Самарджичем. Оба участника получают желтые карточки. Для Ростовчанина она становится второй, и он покидает поле. На 88-й минуте случился один из самых зрелищных моментов противостояния. Уругвайский центр ДЭВ Самарцев Рохель бросает через бедро Зуева, который мешает ему прорваться к мячу. Сам активный участник обоих эпизодов так прокомментировал случившееся. Конечно, они провоцировали нас. Мы где-то, наверное, поддались. Нельзя было этого делать, но и судья, я считаю, не очень объективно судил. То есть там он удаляет Сигурдсона. Потом меня на бровки чувак кидает вот так. Я говорю, и чего? Это мальчик, который мячи поддает, долго не кидал, видимо, мячик. Он ему покатил и Сигурдсом ударил. Но я не знаю, он в него хотел или... Он в него не попал, опять же ударил в стенку и от стенки отскочил. Несмотря на неутихающие страсти, счет в игре так и не поменялся. Финальный свисток фиксирует столь долгожданную победу крыльев. Это заслуга судьи, прежде всего. Все эти эмоции появляются, когда судья не контролирует игру. Или наоборот заботит. Карточками Гацко назовел игру, да. И одной, и второй. Для нас самое главное было забрать три очка. И наверняка это давило на нас. Я могу сказать, что мы показали какую-то сильную, очень красивую игру. Но это, что мы должны были сделать, мы сделали. Игроки молодцы, потому что справились. И когда беременность и стены пропустили. И хочу поблагодарить болельщики, потому что сегодня почувствовали поддержку сами. Могу сказать, самая лучшая поддержка сегодня была, сколько я здесь работаю. Теперь футболисты крыльев уходят в отпуск. А уже 14 января состав соберется на первый тренировочный сбор в Дубае. К этому времени, по словам представителей тренерского штаба, команду покинут 4-5 игроков. А на их место придут новички. В отличие от основного состава молодежка, крыльев советов в этом сезоне рвется на вершины турнирной таблицы. Как закончился последний в этом календарном году матч для подопечных Владимира Кухлевского, расскажем далее. Свой заключительный матч в уходящем году молодежная команда крыльев советов проводила на главном поле стадиона «Металлург». И самарцы и ростовчане расположились перед текущим туром рядом друг с другом в турнирной таблице. Крылья на шестом месте, южане дышали в затылок с седьмой позиции. Матч получился ярким и жарким, несмотря на снегопад во время игры. За 90 минут самарцы успели дважды поразить ворота гостей оба раза из положения вне игры. Активны были и гости. Не раз свою команду спасал голкипер Богдан Овсянников. Неудачно вошел в игру только-только залечивший травму форвард Егор Голенков. Заменив по ходу первого тайма Никиту Саликова, он не смог доиграть до конца первой половины матча, получив болезненное повреждение. Концовка игры запомнилась удалением одного из самых активных игроков в составе самарцев Артема Горбунова. В результате безголевая ничья 0-0. Команды сохранили текущие позиции в таблице до весны. В 2018 году Самарская область стала обладателем уникального спортивного объекта. Самар-Арена включает в себя 56 систем, взаимосвязанных между собой и постоянно функционирующих. О самых главных из них расскажем далее. Гигантские лампы круглосуточно перемещаются по прямоугольнику поля длиной 100 и шириной 68 метров. Их свет не греет, но позволяет траве на газоне 45-тысячника расти даже при минусовой температуре. Система подогрева находится в толще поля стадиона Самар-Арена. Она представляет собой соединение труб. Их общая протяженность 35 километров. По ним проходит незамерзающая полигликеновая смесь. Ее температура контролируется автоматизированными датчиками. Между тем, постоянный уход и ручной труд поляне требуется круглый год. Об этом в эксклюзивном интервью «Тотального футбола» рассказал директор 45-тысячника Максим Криков. Подсеиваем мы постоянно. Мы уже порядка 700 килограмм семян внесли в это поле. Также она постоянно обрабатывается. Также постоянно вносится сюда удобрение. Также постоянно поливается с исключением. Ну, сейчас зима, понятно. То же самое у нас включается музыка хищных птиц для распугивания птиц. Для того, чтобы они сюда не залетали. Но на сегодняшний день у нас вороны не наблюдались. На стадионе постоянно функционирует 56 систем. Каждая завязана друг на друга. Работают инженерно-техническая служба, клининговые, агрономы и десятки других. С середины декабря после окончания матчей «Крыльев» газон начнут вводить в так называемое спящее состояние. Это плавный процесс, в зависимости от силы морозов, займет от недели до трех. Есть агрономы, которые на это разрабатывают, которые на это учились, которые знают, что непосредственно, как вести себя в этом случае. Если необходимо, они накрывают. Если необходимости нет, открывают. Это безопасно совершенно. Как и любой живой организм. Мы дерево не трогаем, он нас сам засыпает. Трава у нас везде посажена, у нас также трава уходит. А уже весной начнется обратный процесс просыпаться и согреваться. Газон будет около месяца. Первая домашняя игра «Крыльев» запланирована на 10 марта. С вами был «Тотальный футбол». Спасибо за то время, что провели с нами. Заходите на наш сайт rkterra.ru и увидимся на футболе. Продолжение следует... Продолжение следует... Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова